Дорогие друзья, ценители прекрасного, сегодня у нас знаменательный день, потому что галерея «Классика» НПО «Консультант» открывает персональную выставку выдающегося художника современности Евгения Алексеевича Корнеева. И мы рады приветствовать Евгения Алексеевича и супругу Евгения Алексеевича Зою Димитрову с первой персональной выставки художественной галереи «Классика». Слово для приветствия я передаю заместителю генерального директора НПО «Консультант» Виктору Борисовичу Алексею. Дорогие наши друзья, дорогие наши граждане, мы рады приветствовать в нашей галереи впервые такого замечательного художника. На самом деле так оно и есть, монументалиста. У нас таких немного было в нашей галереи. Поэтому я хочу, чтобы жители нашего города, наши сотрудники познакомились с выставкой, оценили масштаб творчества Евгения Алексеевича. Ну, это, я думаю, большой подарок для нашего города. Спасибо. Спасибо, Евгений Алексеевич. Это цветы от консультанта. Вам, Зоя. Спасибо. Евгений Алексеевич, спасибо, что вы посетили с творчеством нашу галерею. Спасибо, Виктор Борисович. Ну, о Евгении Алексеевиче мы еще посмотрим фильм большой, поэтому много биографических данных я не буду сейчас раскрывать. Да, раскроем постепенно, но то, что после блестящего окончания Строгановки Евгений Алексеевич пять лет работал у Гелия Коржева, а затем у Алексея и Сергея Ткачевых в Мастерской Академии Художеств. И уже после этого работает бессменно в студии военных художников имени Грекова. И хотелось бы, ну, просто несколько штрихов. Во-первых, покоряет диорама блокада Ленинграда. Это самое-самое трогательное произведение в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Там невозможно смотреть без слез, хочется встать на колени. Спасибо вам большое за эту диораму, за диораму, которая посвящена стойкости и мужеству ленинградцев. Были еще диорамы, и в частности первые в 1985 году, которая и соединила вас с Ивановской областью. Это диорама взятия Уфы Михаила Васильевича Фрунзе в художественном, мемориальном, историческом музее Михаила Васильевича Фрунзе. Взятие Уфы и Шуи. Взятие Шуи одновременно. И в 2001 году была диорама создана в Музее истории танка Т-34. Это контрнаступление в Подмосковье и Подлобней. За которую вы получили премию мэра Москвы. Ну, а не сказала самого главного, что Евгений Алексеевич народный художник и лауреат Государственной премии России. Получил он эту премию, конечно, за блокаду, за диораму блокада Ленинграда. И интересно, что вот после Шуи появилась Дунилова, которая связала на всю жизнь такого художника, глыбу с нашим краем. И потом росписи в селе Михайловском, в церкви святого Михаила Архангела, то есть фрески, портреты архимандрита Леонтия, архиепископа Амвросия. То есть очень много связывает Евгения Алексеевича с Ивановым. Ну и слово для приветствия хочу предоставить Ирине Александровне Виноградовой, депутату областной думы. Дорогие друзья, у меня почетная миссия. Я, конечно же, должна зачитать слова из приветственного адреса от имени председателя Ивановской областной думы Виктора Владимировича Смирнова. Уважаемый Евгений Алексеевич, от имени депутата Ивановской областной думы и от себя лично поздравляю вас с открытием творческой выставки. Человек яркой судьбы и удивительного дарования, вы на протяжении многих лет преданно служите любимому делу, приумножая лучшие традиции русской живописи. Ваше произведение неизменно отличает техническое совершенство, безупречность композиционных решений и неповторимое своеобразие стиля. Самобытный талант и жажда творчества позволили вам создать целую галерею неповторимых и уникальных картин, завоевавших искреннюю любовь ценителей искусства. Сегодня вас по праву называют признанным мастером живописи и иконописного дела, выдающимся художником современности. Ваши работы неизменно вызывают огромный интерес. Пейзажи и портреты, написанные в реалистической манере, никого не оставляют равнодушными, дарят зрителям философское и лирическое настроение. Выражаю вам сердечную признательность за усердные труды и творческую активность. Пусть неизменными спутниками для вас на долгие годы остаются вдохновение и неустанный творческий поиск. Желаю вам доброго здоровья, успехов и благополучия. С искренним уважением, председатель Ивановской областной думы Виктор Владимирович Смирнов. Евгений Алексеевич, я с удовольствием вам передаю поздравительный адрес. От себя добавлю буквально несколько слов. Действительно, такого уровня художников, наверное, мы редко видим у нас в Ивановской области. Поэтому искренне вам признательны за то, что вы дали возможность Ивановцам увидеть ваши работы. Войдя сюда, просто нахожусь под огромным впечатлением от ваших работ. Спасибо вам, искренне благодарность. Спасибо, Ирина Александровна. И передаю сразу слово Александру Станиславовичу Кузьмичеву, председателю Ивановской городской думы. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые ивановцы, дорогие друзья, художники. Сегодня в городе Иваново большое, я считаю, событие, потому что открывается выставка такого замечательного, прекрасного художника, народного художника России. И действительно это очень важно. Потому что работы, настоящие работы, произведения, которые здесь выставлены, они воспитывают людей. И действительно мы сегодня видим и прекрасную работу на Варинское сражение, и действительно прекрасные букеты цветов, которые действительно ощущаешь запах тех же ландышей, которые здесь представлены на работе. Действительно вы великий, прекрасный художник, которым гордится наша Россия. Для нас большое счастье, что выставляете здесь, в гостеприимном зале классика. И, конечно же, мы хотим вас поблагодарить, сказать вам слава искренней благодарности за ваше творчество. Особая слава благодарности за то, что вы духовно воспитываете людей, делая росписи, святом для каждого жителя, наверное, всей месте в храме Архангела Михаила. Поэтому от всей души вас благодарим, желаем творческих новых работ, всего самого-самого доброго, мы вами гордимся. Я хочу сказать, что, знаете, совсем недавно, буквально в эти выходные, был в Таряковской галерее. Очереди были даже в 9 часов вечера. Перед закрытием люди толпой, что называется, шли, покупали билеты, смотрели, знакомились с выставкой на работ. В том числе там были сокровища византийских, древневизантийской иконописи. И вы знаете, я понимаю, что наш народ никогда не победит. Потому что и на выставку Эвазовской, и на выставку замечательных других произведений искусства выстраиваются настоящие очереди людей, которые любят и ценят искусство. Вы знаете, это здорово. Когда художник не просто работает, что называется, только для себя, а самое главное, он дарит эту радость, это счастье тем людям, которые ценят это марсистство, эту красоту. А таких людей, поверьте, по России и Ивановской области очень много. Поэтому мы вами гордимся, желаем всего самого-самого доброго. Я думаю, что желаем вам благополучия, радости. И позвольте, дорогие ивановцы, вручить благодарность Ивановской городской думе, народному художнику России Корневу Евгению Алексеевичу, за выдающий вклад в развитие российской культуры и создание высокохудожественных произведений в области искусства. Корнеев Евгений Алексеевич. Дорогой, простите, позвольте вам тут. Супруги. Да, супруги, потому что я хочу сказать, вы знаете, успех любого мужчины определяется на 99,9% от той женщины, которая его поддерживает, окружает, которая является его музой. Поэтому вот вашей супруге тоже букет, пожалуйста, передайте, да. А женщины, я думаю, меня поддержат накануне праздника 8 марта. Спасибо, Александр Александрович. Моя супруга тоже немало делала, она ветеран труда, она работала 30 лет на заводе спортзнаков-сувениров и много медалей и значков и для Иванова, и для Иши, и для музея Фунзы. То есть, так сказать, она тоже поработала на этот прекрасный край. А я добавлю, что познакомились в Строгановке во время учебы, и вот так всю жизнь. Потрясающая пара, творческая, семейная, замечательная. Зоя Димитрова, вы где? Пожалуйста, подойдите сюда. Все. Ладно, хорошо. Вот. Передомоги. Хорошо. Вот насчет победы вы сказали. Вот у нас есть на выставке одно полотно, доминанта этой выставки, Евгения Алексеевича Корнеева, битва при Наварине. Это 1827 год, октябрь, где русский флот победил турецкий. Мало того, был разбит весь турецкий флот без единой потери со стороны русского флота. Дядя корабль не был подтоплен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ага. Зоя. Подожди, давайте букет. Да. Вам букет. По-настоящему. По-русски поздравьте. По-русски. По-русски, по-русски. Спасибо. Давайте я... Ладно, без... Здесь у нас Александр Витальевич Климухин. Он представляет Ивановское отделение Союза художников России. Заслуженный художник России Александр Климухин. Евгений Алексеевич, мы считаем уже вас нашим художником. Практически земляком. Потому что немалую часть времени вы проводите на нашей земле в Дунилово. Ну, все, да, да. Ну, все. Вот. Поэтому мы рады, конечно, этой выиски. Мы вас знаем и любим. Вы не первый раз выставляетесь здесь у нас в Иванове. Поэтому мы хотим просто поздравить. Здесь много художников пришло. Ваши книги у нас есть. Вот. Поэтому в этот раз мы дарим... Вот недавно вышла у нас книга о художнике земли Ивановской. Мне даже не надо даже посмотреть. Ага. Это специально. Это специально. Поэтому всем хорошего. Здоровья вам. Успехов. Спасибо огромное. Спасибо, Александр Витальевич. Слово Шуи Алексею Михайлову, директору филиала Шуйского Ивановского государственного университета. Пожалуйста. Добрый день все собравшись, уважаемый Евгений Алексеевич. Позволите от лица Шуян, как я еще представляю, как депутат городской думы, и, Саша, город, безусловно, здесь присутствующий. И здесь коллеги приехали, как раз и художники наши шуиски, и, безусловно, наш университет, которым вы несколько лет работали профессором кафедры изобретительного искусства. Вы передавали свой опыт нашим студентам, которые уже в этом году закончили, кто-то в прошлом году так иначе помнит вас, наши преподаватели, ваши коллеги и приводит, естественно, привет и наилучшие пожелания. Тот труд, который вы делаете, безусловно, не то что ценен, но, наверное, неоценим. Вы, как сказал Александр Славович, формируете духовность, формируете вот ту, наверное, ту особую составную часть нашей культуры, которая является живопись, изобретительное искусство. И, безусловно, на века создаете те образы, которые, соответственно, вне времени, они живут постоянно. Поэтому я хочу пожелать такого же истекаемого творчества, такой же энергии, таких же прекрасных картин, новых достижений. И, конечно, самое главное, простого человеческого счастья, безусловно, с крепким, с крепким и здоровьем. Говорю с нашей дружбой, то, что уже много лет мы дружим. И вот приведется адрес университета и букет скромный от друзей, которых вы давно знаете, я надеюсь, что любите и уважаете. Спасибо. Дорогие. Спасибо. Дорогие друзья. Дорогие друзья, сегодня действительно особый день. Начало весны. На родине нашей героини отмечается специальный праздник. И любимые женщины дарили любимому мужчине мартиничку. Я получил такую мартиничку из рук Зоечки. Причем она сказала, что та уже старенькая, устарела, нужна новая. Вы знаете, это особая семья. Она особая по всему. Во-первых, это единое соединение россиянина и болгарки. Поэтому их дружба и любовь раскрываются всю его жизнь. Второй момент. Евгений Алексеевич – сын победителя. Он родился в то время, когда пришли отцы победителей. А эти дети не могли быть несчастливыми. Они заряжены бы этим моментом. А во-вторых, почему вы все там скрываете? Московский художник. Какой же он московский художник? Какой же он нижегородский, рожденный на Нижненовгородской земле? Тоже рядышком с нами? Он уже почти половина своего возраста. Половина. 32 с половиной года. 32 года с половиной. Он прожил на Ивановской земле. Творил на Ивановской земле. И воспитывал не только студентов, но и всех нас. С его первой выставки умение правильно представить свои работы. Показать. И до сегодняшнего дня. А дальше, что у него все время возрастом будет наш Ивановский. Поэтому он по праву является представителем нашей Ивановской земли. Я не могу представить следующую выставку Евгения Алексеевича без выставки Зои. Если вы увидите и вспомним ту выставку в телерадиокомпании, где были представлены ее работы, когда мы подходили и брали тот значочек, который был связан с московским зоопарком, спортивными соревнованиями, которые мы получали в детстве как награду и так далее, мы понимали, что это удивительный труд. И вот это единение их семьи, оно наиболее ярко для меня проявилось в двух моментах. Это открытие вашей персональной выставки после уже диорамы танковой и музея в Шуе. И наиболее, конечно, яркая выставка – это которая была персональная выставка на Поклонной горе. Мне удалось выступать и на той выставке, и на этой выставке. И дальше уже пошли и премии, дальше пошли уже и народные художники. Но самое главное, как бережно он относится. Даже на своей персональной выставке в Москве, на Поклонной горе, он попросил, чтобы ему были предоставлены работы, которые хранятся на Ивановской земле. И они были и сделаны. Я очень рад, что у нас в телерадиокомпании есть его замечательная работа, которая живет, трудится. Господа консультанты, вы выпустили прекрасный календарь по Палевскому творчеству. Но у него в заказнике 12 работ по нашей области, соответствующие каждому месяцу года. Подумайте, у нас впереди столетия области и другие. Возможно это сделать? А эти работы удивительно патриотичны. Все Ивановские. Поэтому вы увидите фильм, он, может быть, устарел с точки зрения по времени, по содержанию, но он рассказывает о действительно уникальном человеке. Я благодарен классике нашей, что это первая, единственная, профессиональная классическая галерея, которая предоставила возможность сделать эту выставку. Была парабола, был этот самый. К сожалению, наши музейщики пока не доросли. Я думаю, что после этой выставки Интердом, Интердом, Интернациональная школа Стасова тоже вас пригласит. У них открылся экспедиционный зал, а с Интердомом вы тоже связаны. Всего вам доброго. Следуя примерам председателя Дума, позвольте. Женечка, всего тебе доброго. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Вот здесь присутствует художница Нина Григорьевна Бахтигиряева. Наша удивительная шаржистка, график хочет, по-моему, сделать дар. Пожалуйста. Только говорите в микрофон. Евгений Алексеевич Корнеев, я как бы знакома с ним лично по выставкам на телерадиокомпании. И вот с тех пор, а уж прошло много лет, я его не видела. Ну и Зоечка также, да? И вот на открытии выставки Александра Ивановича 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 вдруг вижу этого богатыря и говорю, Корнеев, вы-то, конечно, меня не помните уже. Это я так сказала вам. А он говорит, как не помню? Помню, помню. А я тогда еще на телерадиокомпании подарила ему книжечку, одну из первых моих, я рисую. Вот, Евгений Алексеевич Корнеев имеет эту книжечку, да? И, оказывается, бережет и помнит. И вот я в тот день говорю, Евгений Алексеевич, так мечтаю к вам в Дунилово. А он говорит, жду. И вот буквально на днях, прошло буквально неделька всего лишь. Вот я, значит, побывала в Дунилове. Евгений Алексеевич так очень радостно меня пригласил. Так добросовестно позировал. Просто как истинный художник, который понимает, что вертеться нельзя. Вот. И... Я отрабатываю за тех, которые меня учил. Вот. И я очень благодарна ему за то, что побывала я в этой мастерской. И вот, вот что родилось, так сказать, с нашей встречи. Дарю вам, дорогие мои, желаю, конечно, здоровья обоим, да? И успехов в творчестве. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, Нина Григорьевна. Жанна Ивановна, вы хотели что-то сказать? Нет. Нет, да? Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Ну, что вы доставляете эту семью? Стоя. Жанна Ивановна не может не сказать. Ну, два слова, Жанна Ивановна. Много не надо. Много я не скажу. Здесь уже много очень сказано было. Но это просто наши любимые люди, любимые друзья. И когда мы приехали, мы в Дунилово раньше тоже дача была. И мы теперь уже, как говорится, передали им продолжать находиться в Дунилове и беречь ту красоту. И я думаю, что Дуниловская красота вся, она просто не могла не помогать этому замечательному художнику в его творчестве. И мы рады, очень, конечно, что сегодня, наконец, эта выставка здесь состоялась. И желаю еще вдохновения, вдохновения и неиссякаемого творчества. Спасибо. Обожаю вас. Спасибо. Спасибо, Жанна Ивановна. Лизавета Леонидовна, два слова давайте. А я хочу публично... Ой, 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 извините. А я хочу публично объясниться в любви к творчеству Евгения Алексеевича. Потому что, хоть и знакома я с творчеством давно, еще со времен, когда ходила к Владимиру Евгеньевичу, но потом тоже потерялись. И вот спасибо Стрижнову Володе, который... Да, ему полностью. Да, что он познакомил меня поближе с Евгением Алексеевичем. И два года назад мы приехали нагло в гости. Сырые, грязные. Мы приехали из плеса. Был дождь, холодно. Но встретили нас как совершенно родных людей. Евгений Алексеевич, вот эту книжку я писала к себе к юбилею. Как я снимала кино. Значит, здесь есть страничка объяснения в любви и к вам. Я писала о том, как я снимала кино у вас. Как мы хохотали над глупыми шутками, которые у нас невольно получались от общения. А то, что это действительно было, еще и кассета. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Елизавета Леонидовна. Вот у нас вы стоите с букетом цветов. Вы хотите сказать несколько слов? Пожалуйста. Только представьтесь. Мы с вами не знакомы. Художник Морозов Евгений. Художник из Шуи Морозов Евгений. Все поняли, да? Только поближе. Поближе, да. Ну что, Жень, посмотрел работы. Очень много 16-го года. Все такие мощные. Это говорит о том, что не увядаем, о том, что здоровье есть. Потенциал просто удивительный. Мы за тебя рады. Мы, в общем-то, восхищаемся тобой. Восхищаемся именно масштабностью. Именно вот тем, как все серьезно, солидно ты пишешь. Тут говорили о 32-х годах. Какие 32? За плечами. Ну, в 85-е, потому что ты прописался, наверное. Да. Нет, с вашей помощью, с 86-го мы здесь. А когда начал писать диаграммы, еще помнишь, все эти... В 85-е мы сдали как-то. Вы сдали ее только. Ну, ладно. Так что писать? Да. Тогда за две недели до сдачи. Ну, за плечами у нас совместные байдарочные походы. За плечами у нас совместные рюмочные и прочие дела. Банно-рюмочные и прочие. Шашлык-то куда делал? Да, шашлык, да. На вертеле и на большом. В вине вымоченный вес. Жень, здоровья тебе. Дальнейших творческих успехов. Зоенька, тебе здоровья. Тебе вот вольтет от нас. Мы рады. Мощно, мощно. И уже вот здесь с 17-го года уже работы есть. Ну, как, ловность для варваров. Наша сила в наших плавках. Да, и если в плавках, то еще лучше. Здоровья, счастья, творческих успехов в дальнейшем. Боже, Матерыч, в словах. Спасибо. Евгений Алексеевич, ну, я думаю, что ответное слово главного художника. Ну, у меня с речью не очень. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо. Вера Васильевна. Вера Васильевна, вот. Значит, Алексей Ивановичу, который, так сказать, Александр Иванович, простите, я волнуюсь, поэтому путаю. Вот. Володя Острижнова, который меня познакомил с Верой Васильевной, из-за которого все это состоялось. Вот. Всем, кто меня так тепло здесь принял, что вы пришли, спасибо вам огромное. Вот. Спасибо вам всем. А мы будем стараться. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш талант. Вы что-то скажете, Зоя? Спасибо. Давай, скажи по-болгарски, никто не поймет. Да. Скажите нам по-болгарски. Нет, друзья, мы очень благодарны этому теплому приему, этого, просто, ну, этих радостных лиц, которые мы видим, улыбающихся, добрых. И если то маленькое счастье, которое мы предоставили вам своими работами, Жениными работами, то это уже для нас радость, и мы этим дышим и живем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Мы всем очень благодарны. Спасибо, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, это у нас только одна третья часть сегодняшней нашей встречи с вами. Сейчас мы переходим в камерный концертный зал «Классика», смотрим фильм-презентацию 20-минутную, а затем концерт ансамбля народной песни Ивановского музыкального училища «Купель». Пожалуйста, проходите в зал.